Рост утилизационного сбора на автомобили, лимиты на выдачу кредитов и страховка для пассажиров такси. В октябре вступает в силу ряд новых законов. В этой теме разбиралась моя коллега Надежда Шепенева. Она в студии. Надя, что изменится для россиян этой осенью? Настя, привет. Добрый вечер телезрителям. О нововведениях, а именно об увеличении утилизационного сбора стало известно еще в июле этого года. Но теперь изменение все-таки вступило в силу. И с 1 октября утилизбор вырастет на 70-85%. Далее его поэтапно будут повышать на 10-20% каждый год и так до 2030-го. Эксперты считают, что это приведет к росту цен на автомобили уже к концу этого года. Сумму утилизбора рассчитывают как произведение базовой ставки и коэффициента, который зависит от категории автомобиля, его возраста, допустимой максимальной массы и объема двигателя. То есть с 1 октября вырастет и базовая ставка, и коэффициент. Например, для машин не старше 3 лет с объемом двигателя до 2 литров, базовая ставка вырастет с 300 600 рублей до 556 200, а коэффициент с 15 и почти до 28%. Для автомобилей с объемом двигателя от 2 до 3 литров утилизационный сбор изменится с 844 тысяч рублей на 1 миллион 562 рубля. При этом, отмечают эксперты, рост утилизбора не затронет обычных потребителей, которые покупают автомобиль для личного пользования. При условии, если человек будет пользоваться машиной больше года, если объем двигателя не больше 3 литров. Если нет, то придется платить. Это касается всех абсолютно людей, кто занимается коммерческой деятельностью. То есть, грубо говоря, если я хочу привезти автомобиль на продажу, то мне необходимо будет заплатить этот утилизационный сбор. Все машины вырастут в цене. Ожидаемое повышение, оно, как и раньше мы прогнозировали, будет где-то в районе 10-20% колебаться. То есть, то, что стоило когда-то 2 миллиона, будет стоить 2,200-2,400. Ну, предположим. Где-то так, я думаю, в ближайший месяц-полтора мы уже вот это повышение увидим. А может быть, даже и раньше. На фоне новостей о повышении утилизбора специалисты фиксируют рост автокредитования. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на крупных кредиторов. Так, Росбанк Авто заявляет, в сентябре специалисты банка ожидают максимальный объем автокредитов за всю историю. Еще одно нововведение коснется водителей такси. Помимо ОСАГО, таксистам теперь придется оформить еще один поле страхования гражданской ответственности перевозчика, по-другому ОСГОП. Это вид страховки, который защищает пассажиров во время поездки. Она позволит клиентам в случае причинения вреда здоровью получить компенсацию до 2 миллионов рублей. При ОСАГО выплата составляет 500 тысяч рублей. Сам поле стоит от 3500 рублей до 5000 рублей. Он действует год. Эксперты говорят, получить ОСГОП несложно. Тем более, до конца октября действует так называемый переходный период. При этом, отмечают специалисты, скачка роста цен на услуги такси быть не должно. Однако, дефицит работников вполне возможен. Для ОСГОП требуется разрешение для работы в такси. По данным Министерства транспорта, среди самозанятых водителей разрешение на деятельность есть только у 21 тысячи человек. При этом, среди работников таксопарков разрешение есть у 600 тысяч человек. Это примерно 60%. Данное нововведение, оно в любом случае затрагивает всех водителей, которые оказывают услугу легкового такси. Независимо от того, кто за рулем находится. Дальнейшие нововведения, они еще себя пока не проявили. Но в дальнейшем мы увидим, как этот рынок будет реагировать. Наверное, будет так. Дефицит небольшой может быть, так же, как и в других сферах. Поэтому, в любом случае, законодатель исходит из необходимости регулирования данных именно этого вида деятельности в связи с ростом преступности, большим количеством ДТП. Это связано с тем, что приезжие водители, они не располагают, так сказать, знаниями города, находятся постоянно зрительно и визуально, так скажем, в телефоне, да, в навигаторе и отвлекаются от проезжей части. В случае, если у водителя такси не будет страховки ОСГОП, его оштрафуют разрешение на перевозку легковым такси, приостановят, а через 10-30 дней могут и вовсе аннулировать. Идем дальше. Получать кредиты россиянам станет сложнее. Банк России пытается замедлить рост выдачи потребительских кредитов. Для этого он сократит допустимый объем кредитов и займов с 1 октября до 31 декабря этого года для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. ПДН – это финансовый показатель, который оценивает, насколько человек способен выплачивать свои долги. И предельный уровень не должен превышать 50%. То есть банки будут реже одобрять кредиты и наймы людям, которые либо отдают больше 30% от своего заработка на оплату кредита, либо у кого ПДН больше 80%. Рост просроченных кредитов, например, если мы говорим про портфель ипотеки, то он занимает уже где-то 19,8 триллионов рублей. При этом просрочка по ипотечным кредитам не слишком критичная, она составляет где-то до 1%. По кредитным портфелям она чуть повыше, но она в пределах пока допустимого. И чтобы не допустить вот этого роста такого кредитного пузыря, когда очень много людей набирают кредиты, но потом с ними не смогут рассчитаться, и у них не хватит дохода для того, чтобы закрыть эти кредиты, то как раз Банк России вводит вот такие вот, получается, лимиты для банков, которые повышают их обеспечение. И кратко расскажу еще о нескольких нововведениях. С октября на 5,1% увеличат оплату труда бюджетников. Речь идет о медработниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры и о гражданском персонале силовых ведомств. Повышение также коснется и военных пенсионеров. Им поднимут пенсию почти до 89%. То есть с 1 октября пенсии военным проидексируют на 5,1%. Также 1 октября в России стартует осенний призыв. Продлится он до 31 декабря. Указ Владимир Путин подписал 30 сентября. Этой осенью планируют призвать 133 тысячи срочников в возрасте от 18 до 30 лет. В Красноярском крае призыву подлежат молодые люди 1994-2006 годов рождения. Помимо военной службы есть альтернативы в виде гражданской. Узнать о других нововведениях октября вы можете по QR-коду, который видите на экране. Он переведет вас на наш сайт evknew.ru.